вот такой вот одуван если хотите мы сделаем вместе что мы для этого приготовим кружочек фетра это три сантиметра в диаметре вот не обязательно желтый можно любого цвета светлый он не будет виден сквозь бисер собственно бисер всякий одуванчикового цвета какой у вас есть любой можно мелкие бусинки тоже будет красиво и стразину центр если хотите и стразовая цепочка тоже по желанию еще нужны нитки можно под цвет или прозрачные или белые и застежка вот такая такая или такая какую вы себе хотите для брошки вот это мастер-классом не назовешь потому что мастер-класс это когда человек уже знает доподлинно что он делает как он делает каждое движение отработано вот это мастер-класс в данном случае это процесс продолжаем приближать лето и делать одуванчик сфотина насыпалась ну ладно пусть блестит вот на основании сделали набили наполнителем любым который нам нравится можно пришить несколько слоев фетра но тогда вот эту красивую линию верхнюю которая повторяет поверхность корзинки цветка ее трудно получить вот это вот ее будет получить труднее мы идем по простому пути наполнили я наполнила шерстью у кого что есть любимый наполнитель есть у каждого теперь нам нужно укрепить контур это необязательно но я это всегда делаю мемори проволоку берем 0,6 миллиметра приготавливаем разные наши инструменты и хорошие кусачки хорошие бокорезы примерно нужного диаметра это вот столько откусываем проволочка серьезная наши кусай наши бокорезики гламурные просто сразу выйдут из чата если ее откусить раза два и все можно выкидывать вот этими вообще не надо ее кусать даже не пытайтесь вот нормальные хозяйственные бокорезы вот такие для мемори проволоки ну и для всяких там литонов литоны и то более нежные а это она упругая теперь мы ее сворачиваем в колечко нужного нам диаметра так абра-кадабра готово осталось даже немножко но я не стала откусывать пусть это будет дополнительная дополнительные каркасы соединим проволокой ниткой монониткой любым что у вас есть идеально круглый желательно но если чуть чуть не идеально ну ладно все и перешиваем я в интернете нигде не видела чтобы брошки укрепляли посредством мемори проволоки по-моему это моя личная разработка если кто-то уже до меня догадался как говорится идея висит в воздухе возможно кто-то уже догадался и для меня этого этой части не будет видно это будет под под лепестками находиться так что если она маленькая и с какими-то дефектиками даже желательно эквилизировать всякие дефектные лоскутки все чтобы шло все в дело хорошо слишком часто ее пришивать смысла нет когда до бисера дело дойдет она еще дополнительно пришьется бисерными стежками так что тут не надо слишком усердствовать корзинка стала ровная теперь бисер бисера у нас всякого 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 вот желтые нитки желтые нитки можно не заказывать отдельно на конечно же алихи достаточно заказать сейчас покажу какую катушку вот у многих продавцов вот такие вот продаются многоцветные и они разматываются на отдельные катушечки палеточки кто как называет и все и мы мы теперь в итоге имеем много много цветов каждого каждого цвета понемногу для разных каких-то небольших работ бисер нам вот этот нравится чешский с квадратным отверстием конечно рубка чешская нравится очень ну и некоторые точечно поставим поставим некоторые точечно например стеклярус тоже их надо и завершать лепестки надо меленькими бусинками меленькими желательно конечно круглыми потому что там нитка заворачивает и желательно чтобы она заворачивала на круглые бисерины вот этот желтый тоже пойдет так его ставим ну и немножко золотистого у нас же украшение у нас одуванчик украшения следовательно он должен свертать так и стразик там стразик что мы выберем тут вот есть цирком он зеленый есть тоже еще фианитик но он оранжевый это мне фианит вот этот нравится так у меня для него оправа то есть наверное есть вот выбрали бисер который нам понравится теперь мы будем делать бисерный мех то есть лепестки одуванчика куда целимся туда и попадаем пока еще фианит до чего он многоплановый всякие в нем оттенки ну сейчас мы его погрузим в бисер мы его погрузим таким образом чтобы он оказался потаенным таким не торчал посередине цветка по нашей задумке могут быть другие варианты но у нас он вот у нас он будет утоплены в лепестки это как бы сердцевинка и оттуда поблескивать с этим расчетом и набираем набираем столько чтобы над камешком поднималась одна-две бисеринки где-то так примерно а вот а это нормально это техника мех общеизвестная можно открыть поиском по ютубе можно посмотреть здесь ничего сложного просто обыкновенный бисерный мех сейчас можно еще один стежок сделать холостой рядом не сразу следующую бисерину открывать куда-то заскочила не сразу делать следующий лепесток сделать как бы пустой стежок закрепочный лепесток Вообще-то это все компоненты прочные, вряд ли он возьмёт и оторвёт его. На всякий случай нет, можно этого стежка и не делать. Если вы уверены, что пользователь будет носить аккуратно, и особенно если этот пользователь вы сами, то вы будете аккуратны. Можно его вообще не делать. Бисеринки можно делать не одинаковые, и пусть они будут разные, а в массе своей составят серединку цветка. По итогу получится такая лохматая, пушистая сердцевина дуванчика. И вот так по кругу сначала обходим. Первый круг, потом второй. Внизу желательно вот эту оранжевую, чтобы она оранжевым поблескивалась. А потом, как рука пойдёт. Вот мне нравится чешская рубка. О, как она мне нравится. Мне вот эта нравится рубка. Она так блестит. И она такая многоплановая, при разном освещении. Она играет совершенно по-разному. Пусть даже будут лепестки у нас разной высоты. Идеально ровных одуванчиков в природе не существует. Вот одна тычинка у него повыше, вторая пониже. Там на третью шмель сел, помял. Даже в природе одуванчики не бывают. Математически выверены, правильно? Вот. И вот, хотела показать. Заодно, если вдруг мы случайно вышли в эту же прядь, мы не вышли. Мы не расстраиваемся. Мы просто берём ещё одну бусинку. Или две. Вот так. Берём их две. И у нас получается уже раздвоенное. И это получится более густой мех. Это наоборот, бонус. Вот так. Раз. И всё. Это разветвлённое получится. Квадратное отверстие, оно не очень охотно лезет. Так вот. Вот. Вот у нас получилась вот такая вот разветвлённая. Даже во многих случаях специально стараются делать, чтобы мех был более густой. Специально делают раздвоенные пряди. И вообще не только раздвоенные, но и там и больше ответвлений убывает. Любую. Какая вам ляжет к душе. И на какую глаз упадёт. Такую берите. Закрепочный, если не решили мы закрепочный делать, мы не будем делать. Когда-то он вышел не туда маленько. Да, может хоть куда выйти. Ну, вот. И у нас уже фионитик погрузился наполовину. Фионитик погрузился в лепестки одуванчика. золотистую сделаем. Одну-две. Пусть будет тоже золотистая. Ну, что ж. Принцип понятен. Неспеша, не торопясь, отвлекаясь на всякую фигню, то и дело. Но, тем не менее, заполнили середину корзинки. А теперь нам надо сделать крайние цветки в этом соцвете. У одуванчика уже соцветие. Он у нас из семейства астровых сложноцветных. И вот эти крайние лепестки, цветки язычковые, у них язычки длинные. И они расположены под отрицательным углом к горизонту. Вот так вот. Вот так они расположены. И мы постараемся сделать то же самое. Мыли примерно. Чтобы в итоге получилось с радиусом, ну, как одуванчик. так, замыкающая бусина. Нет, две много. Вот в этой точке их надо закрепить каждый, чтобы они у нас вниз смотрели. Так вот, как у настоящего одувана. Так, закрепительный стежок делаем или не делаем? Я думаю, что надо делать. Слишком в стороне. Вот почему удобнее сразу их пришить, и их видно, где следующую начинать. Так не очень видно. кому как. Так, предыдущий одуванчик решил поучаствовать в процессе. он поучаствовал и запутал нам нитку. Вот так все упорядочить. Этот лепесток вроде бы коротковатый. Мы же его можем и надставить. Конечно, можем. Но не будем. Пусть будет один длиннее, другой короче. Все же я надставила. Вот это мастер-классом не назовешь, потому что мастер-класс это когда человек уже знает доподлинно, что он делает, как он делает. Все, каждое движение отработано. Вот это мастер-класс будет. В данном случае это процесс. У нас лепестки куда-то то в лес, то под рва стараются уйти. Тут она не хочет дважды проходить, она хочет путаться вместо прохождения. Ну-ка, вот. Так. три. Еще пять. Раз, два. И замыкающих. Чтобы у нас было, чтобы у нас лист заострялся, как бы, зрительно. Замыкающие более мелкие поставим, длинноватый. или нет? Длинноватый нормальный. Путей много. Результат. Результатов тоже много может быть. коротковатый чё-то. Чё он такой короткий? Эй, эй. Ну, ладно. Телефон взял кофе-паузу. Я следом за ним. Ну, что ж, лучше медленно ползти к нужной цели, чем быстро бежать к ненужной цели. Там, где нитка загибается, желательно, чтобы стояла круглая бусина. Это общее правило. это общее правило. Это называется Скоро сказка сказывается. Не скоро дело делается. В данном случае дело делается не скоро, потому что сказка сказывается. все-таки одуванчик это удобная обрушка. Не диктует каких-то линий жестко. Можно тут петлять как ты хочешь. разумных пределах разумный хаос создавать. Да или нет, да или нет. что-то мне не нравится. Иногда сделаю, но почему-то не нравится. Значит надо убрать и другую взять. Какую-нибудь нетипичную, которая убегает за 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 все-все-все. Сначала делаешь на камеру, а потом делаешь не на камеру. Это как анекдот про чукчей со столбом. побежим. за нами медведь погонится, мы побежим. Когда устанем, мы столб как бросим и как побежим, побежим. Вот тут примерно то же самое. Ну что, я наверное столб брошу, то есть камеру выключу и как побегу-побегу. Ну вот обошли мы по кругу. Теперь надо заполнить, чтобы одуванчик был округлый, пухлый. Можно конечно и так оставить одуванчики ведь всякие бывают. Вот этот цветок больше на скирду кровельную похож. Тоже кстати островое семейство. Будем делать канонический одуванчик, то есть вот такой вот скажем округло-куполообразный. Все тем же путем заполняем такими прядями прядями лепестками тоже в технике мех заполняем близится к завершению. Вот уже цепочку на стебель приготовила. Такой бисер. сатиновая рубка заполнять можно в любой последовательности, в какой вам нравится. Единственная и то не категорическая рекомендация, чтобы вот с этой стороны не было длинных неаккуратных стежков с края на край. Осталось вот этот вот сектор заполнить, чтобы был он симметричный. Ну, одуванчики бывают и симметричные, и несимметричные. Кому как повзет. Так, низ у нас будет вот здесь. Сюда мы пришьем. Тут очень мало места надо всего лишь на одно звено стразовой цепочки его прихватить. И вот этот стебелек из бусин. Тут места хватит. Добавлять нужно не только бисер. Вот это сердолик, вот это циркончик, тут есть и биконусы где-то заблудились среди всего этого желтого. Вот он биконусик желтого разнообразия. Все желтое, что кажется вам похожим на дуванчик. Если пропустили где-то, чтобы не было проплешин явных, вот так щелкнуть, бисер весь встанет тыбом. и мы увидим куда мы хотим добавить. А куда мы хотим добавить? Я бы вот сюда еще добавила. Вот сюда вот одну. Но это не обязательно. здесь будет еще доделываться. В общем встретимся уже со стороны изнанки. доделываться.